Вентиляция напрямую влияет на качество жизни в нашей квартире. Но очень часто они забывают и вспоминают самый последний момент ремонта. Но это может полностью изменить дизайн вашей квартиры. Но что еще важнее, это очень сильно увеличивает бюджет на ремонт. Каждый раз, начиная дизайн проект, мне приходится объяснять нашим заказчикам, что такое вентиляция, для чего она нужна, почему кондиционирование это не вентиляция. В итоге я решил записать видео, которое объяснит все базовые вопросы, связанные с вентиляцией. Эту базу должны знать все, кто планирует начинать ремонт. Меня зовут Синчагов Александр, я дизайнер интерьера. И сегодня я расскажу вам, что такое вентиляция и кондиционирование, какие бывают системы вентиляции, почему так важно подумать о них до начала ремонта и сколько все это будет вам стоить. Квартира является замкнутым пространством. Находясь в ней, мы выдыхаем углекислый газ, готовим пищу, принимаем душ и все это загрязняет воздух. Но для комфортной жизни нам нужен свежий воздух. Как же он попадает в квартиру? Минимально необходимая для жизни вентиляция является неотъемлемой частью любого дома и закреплена в строительных нормах. А все дополнительные фишки и навороты, которые еще сильнее увеличивают качество нашей жизни, уже выполняются за свой счет своими силами. Какие бывают системы вентиляции? Естественная вентиляция. Для попадания свежего воздуха в квартиру достаточно открыть окна. Все же знают, что такое проветривание. Но если у вас квартира выходит на два противоположных фасада дома, то проветривание будет еще быстрее за счет сквозняка. В современных домах в стенах организованы специальные клапаны инфильтрации воздуха. Все знают сокращение КИФ. Еще в окнах бывают специальные клапаны, которые также позволяют нам проветривать квартиру, не открывая окна. Для того, чтобы забирать старый воздух в помещениях, где мы готовим, или в помещениях с повышенной влажностью воздуха, существуют пассивные каналы вентиляции. Старый воздух уходит туда за счет разницы в давлениях на разных концах этого канала. Работает обычно так себе, но зато бесплатно. На каналы часто устанавливается вентилятор, который работает в принудительном режиме только тогда, когда он нам необходим. Например, когда вы готовите или принимаете душ. Если вентилятор работает плохо или вообще не работает, то в помещениях будет повышенная влажность, повышенная загрязненность, и чаще всего это кончается плесень. Во многих домах запрещено врезаться вытяжкой от плиты в каналы пассивной вентиляции. Но многие соседи игнорируют этот запрет, и это все кончается тем, что вы чувствуете запах их пищи, или еще хуже, никотина. Объем поступающего в квартиру через кивы воздуха будет напрямую равен объему уходящего воздуха через каналы вентиляции. Причем управлять поступлением мы можем только механически. Закрыт, открыт. Поступает, либо не поступает. Кроме того, в воздух, идущий через кивы, будут еще уличные температуры и уличные загрязненности. Я много раз видел на квартирах, что клапаны или кивы просто замуровывают, чтобы оттуда не сквозило воздухом с улицы. Естественная вентиляция по строительным нормам должна быть в каждой квартире. За нее не надо платить, и она никогда не сломается. Главный минус такой вентиляции, открывая кивы или клапаны, в квартиру попадает уличный шум и пыль. Если у вас аллергия, и вы любите тишину, то для вас это будет большой проблемой. А зимой это еще и холод. Но мой папа, например, наоборот, любит устраивать дома вытрезвитель, открывает все окна и сидит в холоде. Есть еще один вид естественной вентиляции. О нем уже, наверное, все подзабыли. Он был лет 20-30 назад в нашей стране. Это плохое примыкание рам к стенам. Когда из каждого окна сквозит свежий воздух. И яркое воспоминание из моего детства, когда я в школе или дома вместе с родителями заклеивал рамы скотчем. Вот такая у нас была естественная вентиляция. Механическая вентиляция. Чтобы воздух уходил через каналы вентиляции стабильно, можно установить механическую систему. Она может быть одна на все вентоканалы, тогда нет необходимости в каждой квартире ставить вентилятор. Воздух будет уходить и сменяться новым, поступающим через кивы и клапаны. Когда принимаете новую квартиру, обязательно обратите внимание на вентиляцию. Самый простой способ – это приложить лист бумаги к решетке вентиляции. Если прилип, то вентиляция отличная. Приток воздуха осуществляется так же, как в предыдущей системе, но его также можно сделать механическим. Для этого используют так называемые бризеры. Их устанавливают на существующие кивы или пробивают новый канал. Бризеры бывают разные по функционалу и стоимости, но главное – понять принцип их работы. Машина будет направлять очищенный и нагретый до необходимой температуры уличный воздух в квартиру. Скоростью потока теперь можно управлять, но объем поступающего воздуха ограничен законами физики и диаметром кива. Поэтому, если квартира большая, то вам будет необходимо поставить несколько таких машин. Вентиляция с участием бризера является самым бюджетным вариантом приточно-вытяжных систем. Но надо быть готовым к тому, что у вас под окном появится довольно объемная машина, которая при этом будет еще и очень шумной. Система принудительной при точно-вытяжной вентиляции. Это самая технически сложная система, которая съест не только большую часть вашего бюджета, но еще и солидную часть высоты ваших потолков. Если упростить, то система представляет из себя один или несколько блоков, в зависимости от объема квартиры, в которые поступает уличный воздух. Дальше он очищается, нагревается и распределяется по квартире по системе вентканалов. Также через вентканалы грязный воздух забирается и выкидывается на улицу. Еще бывают вентиляционные системы с рекуперацией. Рекуперация – это такой процесс, когда выбрасываемый воздух отдает свое тепло свежему воздуху. Таким образом, вентиляция участвует в отоплении дома и позволяет экономить электроэнергию. Все современные энергоэффективные дома оборудованы системой рекуперации. Очень часто заказчики на дорогих объектах просят включить систему вентиляции, в систему увлажнения воздуха. Это делает вашу жизнь в квартире еще более комфортной. Я помню, у меня был заказчик, который на первой же встрече заявил, «Я хочу, чтобы в моей квартире никогда не открывались окна, чтобы в нее попадал только чистый воздух». Вот именно для таких случаев и подходит механическая приточно-вытяжная система вентиляции. Также в систему вентиляции можно интегрировать систему кондиционирования, но об этом я расскажу чуть позже. Я надеюсь, что теперь в систему вентиляции все понятно. О чем нужно знать еще? Какие бывают диффузоры вентиляции? Воздух попадает в помещение и уходит из него через диффузоры вентиляции. Они бывают как самые простые и некрасивые, так и очень стильные, которые подойдут под любой стиль вашего интерьера. Обычные решетки – это то, что чаще всего предлагают вентиляционщики на бюджетных проектах. Такая решетка сразу же превратит ваш интерьер в какое-то подсобное помещение эконом-класса. Щелевые решетки – это самый мой любимый вид вентиляционных диффузоров. Они бывают на разное количество щелей, в зависимости от объема воздуха. Бывают специальные, которые шпаклюются под стену, чтобы не было видно стыка и были только аккуратные щели. Выглядят стильно и минималистично. Сейчас даже есть решение, когда щели вентиляции стыкуются с шинопроводом и не нагружают интерьер лишними деталями. В классических интерьерах вместо решетки делают перфорацию в гипсовом карнизе. Это решение идеально подходит для классических интерьеров, когда любая современная деталь испортит всю стилистику. Какой вид диффузора подходит именно вам, напрямую зависит от вашего интерьера. Всегда можно подобрать какое-то интересное и красивое решение или наоборот убить весь интерьер неправильно выбранной решеткой. В чем разница между вентиляцией и кондиционированием? Вентиляция отвечает за свежий воздух, кондиционирование – за его охлаждение. Я думаю, что все, у кого была машина без кондиционера, помнят, как они стояли в пробке, с включенным на полную вентилятором, который никак не помогал. Ну или вспомните метро в час пик, жару, лето. Кондиционирование в общественном транспорте стало появляться совсем недавно. В доме все то же самое. Самое большое заблуждение – думать, что из кондиционера поступает свежий воздух. Ему там просто неоткуда взяться. Разные процессы отвечают разные машины. Хотя в одной навороченной системе они могут работать вместе, и может сложиться впечатление, что это все один аппарат. Но это не так. Еще раз, кондиционер отвечает за охлаждение и бывает за нагрев воздуха, а вентиляция – за смену отработанного воздуха на свежий. В дорогих вентиляционных системах, кроме блока вентиляции, могут присутствовать еще блоки кондиционирования, блоки ионизации воздуха, блоки увлажнения воздуха и другие атрибуты богатой и комфортной жизни. Какой принцип работы кондиционера? Рассмотрим самый простой тип системы кондиционирования – сплит-система. Есть наружный блок и внутренний блок кондиционирования. Я, кстати, раньше думал, что сплит-система – это когда у нас есть два блока внутри и один снаружи. Это не так. Это просто связано, что сплит – это разделение на наружный блок и внутренний блок. Блоки между собой соединены фреонопроводом. Моноблочную систему не будем рассматривать. По сути, это холодильник с вентилятором. Уличный блок отдает столько же тепла, сколько в квартиру поступает холодного воздуха. Это очень важно, если вы устанавливаете наружный блок у себя на балконе и в жаркий летний день у вас там может открыться маленький филиал Дубая. Останется только насыпать песочек и привязать верблюда. Из-за этого наружные блоки часто устанавливают не на балконе, а прямо на фасаде дома. Но это надо обязательно согласовывать с вашей управляющей компанией. В современных домах очень часто под окнами установлены специальные корзины для наружного блока. Или в доме прямо есть отдельная сплит-шахта, где располагаются все наружные блоки кондиционирования. Еще часто наружный блок располагают на крыше дома, но для этого нужно иметь квартиру на верхних этажах. Если вы находитесь внизу дома, то, скорее всего, протащить фрилонный провод будет довольно сложно. У меня был случай, когда квартира была на втором этаже, а в доме было порядка 12 этажей. Для этого пришлось приобрести очень дорогой наружный блок, чтобы он смог прокачать всю эту трассу. Это прямо обошлось очень дорого, но другого варианта не было, потому что если дом находится на какой-то центральной улице, то фасад, скорее всего, будет защищен законом, и вам просто не разрешат расположить на нем наружный блок. Это обязательно нужно согласовывать с Геопом, с вашей управляющей компанией, и, скорее всего, вам просто запретят. Какие бывают типы внутренних блоков кондиционирования? Самый распространенный и бюджетный тип внутреннего блока кондиционирования просто вешается на стену. Многие его не любят за внешний вид, говорят, что он портит интерьер, и чтобы как-то его замаскировать, можно либо спрятать его в мебель, или просто покрасить. Реже используются напольно-потолочные внутренние блоки, но, если честно, я встречал их буквально один или два раза. Они более вытянутые и крепятся либо на стену, либо под потолок. Еще один некрасивый кондиционер – кассетный. Я думаю, что все вы его видели в ресторанах, либо в офисах. Такой огромный блок по центру потолка, но он все-таки больше для промышленных помещений, и стоит он на порядок больше, чем обычный настенный блок. Самый эстетичный способ – это спрятать внутренний блок кондиционирования за потолок. Обмен воздуха организовать по вентканалам. Такой способ, конечно же, дороже и съедает за потолочное пространство, но при этом его можно интегрировать с системой вентиляции. К сожалению, типового решения для системы вентиляции и кондиционирования не существует. И каждый раз под каждый интерьер нужно разрабатывать свою систему. Чтобы начать разрабатывать проект вентиляции и кондиционирования, ни в коем случае не надо ждать, когда окончится ваш дизайн-проект. Как только закончен первый этап дизайн-проекта, у вас есть утвержденная планировка, сразу же передавайте ее проектировщикам вентиляции. Обязательно попросите вашего дизайнера курировать проект вентиляции и кондиционирования. Вентиляция может напрямую повлиять на перепады потолков, на какие-то пересечения, лампочки, диффузоры, лючки обслуживания. Все это будет у вас пересекаться с текущим дизайном и может в самый последний момент все испортить. Поэтому обязательно все это нужно прорабатывать заранее. Кто проектирует вентиляцию? Качество вентиляции напрямую влияет на уровень жизни и даже здоровья. Хотя мы все любим сами себе гуглить рецепты, советоваться с друзьями, заниматься самолечением, дизайнер может только в общих чертах описать вам, какие бывают варианты вентиляции и кондиционирования. Проработкой должен обязательно заниматься профессионал. Дизайн и вентиляция хоть и связаны между собой, но являются совершенно разными отдельными проектами. Нужно обязательно обращаться к специалисту по вентиляции и встречаться с ним только на объекте. Кроме осмотра помещения и фиксирования всех пожеланий заказчика, специалисту по вентиляции нужно будет обязательно пообщаться с управляющей компанией, чтобы получить вводные по инженерным системам дома. В противном случае можно выйти за рамки возможностей или даже закона. Дорогостоящая система будет работать неправильно. В лучшем случае это кончится некорректной работой, а в худшем случае демонтажом. Стоимость проекта системы вентиляции зависит от многих факторов. Состава проекта, объема вашего помещения, квалификации и опыта проектировщика. Но можно ориентироваться на стоимость порядка 50 тысяч рублей для помещения площадью 100 квадратных метров. Как выглядит проект вентиляции? Когда дизайнер получает эскизный проект вентиляции, он может скорректировать расположение диффузоров и вентмашин, чтобы не было пересечения со светом и мебелью. Когда проектировщик вентиляции разрабатывает проект, для него самое главное, чтобы все работало правильно. И он чаще всего не обращает внимания на все, что связано с дизайном. Поэтому так важно, чтобы дизайнер проверил все мелочи, все детали, все пересечения, потому что для него важно, чтобы все еще было красиво. Вентиляционное оборудование может украсть очень большой объем от вашего потолка и даже стен. Поэтому так важно подумать о нем в самом начале дизайн проекта. Вентиляционные каналы монтируются на стройке в самую первую очередь. Обязательно проверьте, сколько под ними останется запотолочного пространства, потому что свет приедет уже после монтажа потолков. И очень часто этого пространства не хватит для установки лампочек или треков. За этим всем нужно очень внимательно следить. Насколько уменьшится высота потолка? Воздуховоды вентиляции чаще всего занимают 15-20 см запотолочного пространства. Если два канала проходят друг на другом, то вы получаете двойной область потолка. Вентиляционные машины занимают еще больше запотолочного пространства, минимум 30 см. Чем длиннее трасса вентиляционных каналов, тем больше они в сечении. Их сечение увеличивается ближе к вентиляционной машине. Вентиляционное оборудование чаще всего располагает в помещениях, где не так жалко высоту потолка и не так критичен дополнительный шум от вентиляционного оборудования. Чаще всего это ванны, кладовки, гардеробные. А уже вентиляционные каналы расходятся по жилым комнатам. Часто, чтобы не съедать потолок, вентиляционная решетка располагается прямо в стене, и канал приходит к ней по потолку соседнего помещения. Как часто надо обслуживать вентиляционное оборудование? Нельзя забывать, что для корректной работы вентиляционного оборудования нужно ежегодное техническое обслуживание. Для этого в натяжном потолке либо в гипсокартоне делаются люки доступа. Это почти всегда портит дизайн и общее впечатление. Если вентиляционное оборудование располагается в помещении, где не так важна эстетика, например, какая-нибудь котельная, либо постирочная, то можно организовать доступ через разборный потолок, например, Армстронг или Грильято. Насколько шумное вентиляционное оборудование? Чаще всего, если вы слышите шум вентиляции, это значит только одно, что вентиляция спроектирована неправильно. Есть законы физики, которые будут работать против вас. Если объем воздуха упирается в диаметр меньшего, чем надо по проекту диаметра, то воздух будет просто упираться с шумом. То же самое касается лишних поворотов. Если у вас один воздуховод изветвляется и заходит в разные комнаты, то обитатели этих комнат будут слышать друг друга. Помните в детстве были баночки с веревочкой? У меня был случай, когда сосед жаловался на хозяйку квартиры, что слышит, как она разговаривает через вытяжку на кухне. Ну, что тут можно посоветовать? Только одно, работайте с проверенными специалистами. Какой порядок стоимости систем вентиляции и кондиционирования? Система вентиляции с бризерами обойдется вам от 60 тысяч рублей. Минимум три бризера по 20 тысяч. Система кондиционирования с настенными кондиционерами обойдется вам от 150 тысяч рублей. Это три кондиционера по 30 тысяч рублей каждый. Плюс монтаж с расходниками по 20 тысяч рублей. Система кондиционирования с канальными кондиционерами обойдется вам от 600 тысяч рублей. Это канальные кондиционеры, минимум 2 штуки, по 150 тысяч рублей каждый. Воздуховоды, медь, расходные материалы от 100 тысяч рублей. Плюс монтаж и пусконаладочные работы от 200 тысяч рублей. Система канальной вентиляции обойдется вам от 500 тысяч рублей. Это вентиляционная машина за 250 тысяч рублей, воздуховоды за 70 тысяч рублей, монтаж, пусконаладочные работы от 150 тысяч рублей. взаимодействие с подрядчиками по вентиляции очень часто взаимодействие с вентиляционщиками похоже на военные действия в погоне за самыми бюджетными решениями заказчики часто находят специалистов которые работали только с промышленными помещениями они говорят да мы все классно вам сделаем сто раз делали эту вентиляцию вам все понравится при этом не учитывается повышенные требования частного клиента не проводится коммуникации с дизайнерами со строителями но на частных проектах особенно крупных есть четкий порядок действий и не получится один раз приехать сделать работу и уехать из-за этого вытекает много разных проблем ну например вентиляционщики поставить свое оборудование и уехали на время проведения следующих работ частовые работы закончены нужно заканчивать вентиляцию устанавливать диффузоры проводить пусконаладочные работы но вентиляционщики исчезли их не могут найти нужно искать новых а это время деньги нервы ну или вентиляционщики монтировали систему кондиционирования забыли врезать дренаж от внутреннего блока в канализацию и уехали до часовых работ потом когда они приехали оказалось что все уже зашито зашито плиткой и дренаж где-то там никто не знает где и что тогда нужно все ломать и делать заново на тоже просто ужас и таких историй масса поэтому пожалуйста очень внимательно подходите к выбору подрядчиков по системам вентиляции желательно конечно искать их по рекомендации строителей дизайнеров или ваших друзей у которых есть опыт работы с этими специалистами и опыт положительный если у вас есть что добавить к моему рассказу то обязательно напишите об этом в комментариях я знаю что многие читают комментарии это бывает даже полезнее чем сам ролик на подготовку и съемка роликов уходит очень много сил и времени поэтому буду очень признателен вам за лайки поддержку моего ролика а если вы хотите еще материально поддержать наш канал и выход следующих роликов то я обязательно оставлю ссылку на наш бусте под этим видео подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить новые ролики на все наши социальные сети там очень много всего для вашего вдохновения и до скорых встреч друзья пока 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 пока